Подведем итог. Обратим внимание на полную схему. Файл result-modifier используется для дополнения массива rresult, который приходит из компонента. Стоит отметить, что он кэшируется так же, как и шаблон. Далее, файл-компонент epilog.php используется для расширения функции компонента. Он не кэшируется. Также есть файл-параметр с PHP. Он дополняет параметры компонента. Обратим внимание на схему. И здесь можно видеть последовательность загрузки тех или иных файлов. В данном случае после самой логики компонента результирующий массив и массив исходящих параметров поступает в файл result-modifier. Здесь массив преобразуется и поступает в шаблон template.php. В шаблоне, соответственно, мы получаем верстку html, которая кэшируется. И после исполнения шаблона подключается файл компонента epilog.php. Обратим внимание на некоторые особенности. rresult, который доступен в компонент epilog, содержит меньше данных, чем массив rresult, который есть в шаблоне и в result-modifier. Потому что используется специальный метод setResultCacheCase, который ограничивает ключи массива rresult. Ограничивает эти ключи для того, чтобы мы могли уменьшить объем кэшек. Соответственно, уменьшить объем массива, который поступает в кэш. Для дополнения rresult, чтобы он был доступен в компонент epilog.php, используется IP-функция setResultCacheCase в result-modifier, так же, как она используется в компонент php. Файл компонент epilog.php подключается сразу после исполнения шаблона. И следует заметить также, что далее, после подключения этого файла, могут быть использоваться некоторые функции в файле компонент php. Компонент epilog исполняется при каждом хите. И следует обратить внимание на размещение ресурсоемкого кода в этом файле, так как он будет исполняться каждый раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...